Приветствую вас, и сначала, конечно, хотелось бы узнать о том, сколько вам лет, потому что, ну вот, то, что вы говорите по поводу того, что влюбились вы впервые и сразу в женатого мужчины, да еще и такого, у которого есть дети, да еще и такого, у которого есть, значит, не только брак, но еще и этот брак у него не первый, да, то есть вот есть как бы второй брак, то есть это ситуация довольно-таки тревожная, на мой взгляд, как вот это видит мне, потому что, ну, если вы выбираете себе мужчину, который уже женат, то вы автоматически себя обрекаете на какую-то вот такую не самую лучшую жизнь, честно скажем, и, соответственно, нужно понять, что на медведе. То есть для чего вам нужен вот такой мужчина, да, почему вы выбрали именно его, именно вот такого мужчину, чем обусловлен ваш выбор? Мне кажется, это очень важно, мне кажется, это самое важное в этой ситуации понять, именно чем обусловлен ваш выбор. Вот, потому что если выбор будет понятен, то и проблем никаких у вас не будет, и вы сами, возможно, себя будете чувствовать лучше, именно, зная, что вас, грубо говоря, побудило, например, быть с этим, именно с этим мужчиной. Вот, но пока, естественно, мы этого не знаем, и, соответственно, говорить о том, что вам делать именно здесь, на мой взгляд, не представляется это, возможно, совершенно. Далее вы говорите о том, значит, что есть те, кто против, есть те, кто против ваших отношений с этим мужчиной. И надо сказать, что люди вообще всегда будут против ваших отношений, ну, просто против того, что вы делаете вообще. То есть это нормально для людей выступать против какой-то вашей активности. Это вот совершенно нормально, к сожалению. Людям бывает довольно сложно принять, что вы можете как-то вот сами там что-то выбирать, сами там что-то решать и так далее. Людям бывает сложно это принять, и с этим, к сожалению, ничего не поделать. Вот как бы это было неприятно, но это так. И здесь я могу вам только сказать то, что за свое счастье нужно бороться. За свое счастье нужно бороться, и чем активнее вы будете это делать, чем активнее вы будете бороться за свое счастье, тем лучше будет это для вас. Но на мой взгляд, существует некоторая проблема, которую вы практически не раскрываете в своем сообщении. Эта проблема в том, что мужчина женат, хочет развестись, но не разводится. То есть, понимаете как, вот это уже первый тревожный звоночек, что если мужчина женат, он только хочет развестись, но он еще не разводится, то есть очень большая вероятность того, что он и не разведется, потому что если бы он хотел развестись, он бы скорее всего развелся бы еще до ваших сил, до ваших отношений, до того как вы встретились. А так получается, что он не развелся и не падает теперь, что разведется. То есть, хотеть развестись, это еще не развестись как факт. И здесь я могу вам порекомендовать только обращать внимание не на то, что мужчина говорит. Вот он говорит, я хочу развестись. Не на то, что он говорит обращать внимание, а обращать внимание на то, что он делает. Это вот. Далее. Обязательно нужно вам для себя хотя бы постараться понять, почему у мужчины, грубо говоря, это не первый брак. То есть, у него, смотрите как, у него был первый брак, в котором у него дети появились. У него сейчас второй брак, который тоже не складывается нормально, судя по всему. Вот. И у этого есть причины. То есть, не станете ли вы еще одной женщиной, да, вот, которая попалась вот на удочку к этому мужчине, например. Не станете ли вы еще одной, кого он бросит. Это тоже важный момент, чтобы вы отдавали себе отчет в том, почему мужчина вот уже второй брак. У него не получается сколько-нибудь адекватно выстраивать отношения, да. Далее. 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 Ситуация следующая. Значит, поскольку вы говорите о том, что, значит, у мужчины это, значит, уже не первый брак, поскольку вы говорите так, то я могу сделать вывод, на мой взгляд, что мужчина довольно намного старше вас. Получается. Ну вот, если мы с вами берем в расчет тот факт, да, что у него это не первый уже брак и второй вот-вот развалится. Значит, он старше вас. Смотрите. У вас, значит, я понял, в отношениях, в вашей семье, точнее, в вашей семье, значит, нет отца. То есть есть мама и есть сестра, а отца нет. И вот вопрос, который я хотел бы вам задать. Не видите ли вы в этом мужчине своего отца? Не пытаетесь ли вы в нем найти отца, которого у вас не было в силу тех или иных причин? Вот об этом я тоже хотел бы, чтобы вы как следует подумали. Потому что момент этот на самом деле очень важный. И если вы видите в этом человеке все-таки именно отца, а не мужчину как такового, да, то это может быть довольно большой проблемой именно для вас. Потому что уже сейчас можно предполагать, что вы в некоторой степени зависимы от него. То есть вы говорите такие слова, как я полностью ему отдалась и так далее, и так далее, и так далее. Вот это не очень хорошие симптомы, которые заставляют думать о том, что вы в человеке уже через чересчур сильно нуждаетесь. И если вы в нем через чересчур сильно нуждаетесь, то это могут быть проблемой для адекватного выстраивания отношений между вами. Понимаете? А это все-таки не является чем-то правильным. Далее вы говорите о том, что я устала от того, значит, что, как я понял, на вас все дают, как я понял, все вас что-то хотят, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, здесь я полагаю вам, мы на взгляд выбор. Либо вы прислушиваете со своим родным, и здесь будет так, как говорят вам они, руководствуясь с вашим счастьем. Потому что вы говорите, что вот они категорически запретили общаться, но какое они имеют право вам категорически запрещать общаться не очень понятно, если честно. Здесь. Вот. Если вам мало лет, либо вы находитесь в определенной позиции, не в самостоятельной позиции, да? Вот. И нужно подумать, что он мешает вам обрести эту самую самостоятельную позицию. То есть, почему у вас нет этой самой самостоятельной позиции? Чем это связано? Вот. Значит, либо вы руководствуете исключительно только своими интересами, своими потребностями, своими взглядами, и, собственно говоря, уже руководствуясь своими потребностями и своими взглядами, вы выбираете личную жизнь. А в личной жизни вы являетесь самым главным субъектом. То есть, ни от кого вы не зависите. Здесь нужно сделать выбор и подумать именно об этих моментах, которые я вам озвучил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...